Йоу! Всем привет! С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Я нахожусь в городе Ижевск, в гостевом доме Толстый Кот, а здесь находится коммерческая баня с печкой. Ну, естественно, вы сейчас увидите обзор про эту печку. Это печка Ижевского производителя, локального небольшого маленького завода. Как называется печка, не знаю. Знаю, что завод называется МТ. И сайт будет приотачен снизу, если она кому понравилась. Можете посмотреть на нее и на другие печки. Но сайт, так скажем, вот то, что я видел, как бы вообще не ась. Но я думаю, найти эту печку вы сможете. Но прежде чем начать о печке, я хотел бы посвятить некоторое время самой парилке. Она очень грамотная, я думаю, вам будет интересно посмотреть, как она сделана. Заходим. Тут недавно были банные процедуры, но печку не топили, чтобы я мог все тут снять. То есть тут просто тепло. Значит так, смотрите. Расстояние 2,70. Вот так и туда тоже 2,70. Высота потолка 2,90. Просто, смотрите. Дверь невысокая. Где-то 1,70. И чтобы пар не выходил, вот как я люблю. Опа. Занавесочка. Открывай дверь, входи, заходи. Пар никуда не уйдет. Вообще. Вот это вот мелочи, но благодаря им все становится очень грамотно. Далее. Полог тут вообще вот просто вот. 2 метра, по-моему, 60 сантиметров. По ширине он где-то 80 с гаком. То есть человек любой комплекции может у него лечь. Ширина он с два пальца. То есть все крайне грамотно, чрезвычайно. Смотрите, еще 3 полока. То есть парить здесь человека одно удовольствие. То есть для банщиков это важно. Размах, вон, руки хватает прям вот как угодно. Прям вот чрезвычайно удобно здесь вот именно заниматься банными процедурами. Высота тоже грамотная. Здесь отсюда до пола где-то 90 сантиметров. Это удобно и высоким, и невысоким. Если человек невысокий, он взял, он выдвинул вот этот вот уровень. Ну то есть вообще все чики-поки. Дальше смотрите, обращайте внимание. Видите, закрыто. Чтобы не касаться. Вон она. Идет. Это из-за темного угла высасывает. Переворачиваемся. Смотрите, какая конструкция. Воздух задувается с улицы. Так как рядом стоит печка, труба вот эта нагревает. Воздух. Образуется естественная тяга. И с улицы, даже зимой, выходит воздух свежий и теплый. Чрезвычайно грамотное решение. Дальше. Дальше давайте поговорим о печке. Я ее частично демонтировал для того, чтобы вам показать, ну не печку, а камни. Показать всякие интересные особенности. Собственно говоря, вот эта печь. Печь, как мы видим, честно говоря, страшненькая, но очень хорошая, на мой взгляд. И сейчас объясню почему. Во-первых, здесь закрытая каменка. Во-вторых, камней туда влезает. Огромное количество. Печь здесь поставлена в 2016 году. Съемки идут в 2018. Топится она 34 раза в неделю. И состояние, я посмотрел, очень неплохое. То есть, печь ведет себя достойно, крайне. Но, благодаря некоторым небольшим недочетам, часто скатывается прямо вот в режим шпарит. То есть, реально из-за железа, она из-за большого количества железа открытого, реально перегревает. Но, у нее есть другие достоинства, о них сейчас поговорим. Посмотрите. Вот эта вот закрытая каменка. Камни я специально уже частично выложил, чтобы посмотреть его размеры этой каменки. Смотрите. 30 сантиметров. Это диагональ дверцевой. То есть, ковш, когда вы берете... О, кстати, он... Зачерпывать прямо вот одно удовольствие. Ковш большой и меньше вот этой дверцы, которая еще больше. Выход пара, ну да, в яйца. Но такими прям здоровыми поддачами не работают все-таки маленькими поддачами. И нормально. Дальше, смотрите, расстояние от сюда до полока больше метра. Соответственно, это безопасно, даже если человек переборщил из пьяного. Это все-таки коммерческая баня, да? Закинул сюда огромный ков, что струя пары не ошпарит того, кто находится здесь. То есть, продумано. Термозащита хорошо сделана от печи, да? То есть, стены. Вообще вот супер. Так, дальше продолжаем про каменку. Смотрите, ее... глубина... 40 сантиметров. Так. А в высоту она... Я ее ставлю на... практически на дно. Ну, сори, держать телефон и снимать. Делать замеры неудобно. Сейчас я вам покажу. Поставлю телефон на штатив. Ее высота что-то порядка 38-40 сантиметров. То есть, количество камней здесь, ну, просто очень большое для закрытой каменки. Прямо для такой достаточно компактной печи очень большое. Давайте посмотрим, что происходит с камнями. Я их стал уже вытаскивать, и... Камни не меняли здесь. Вот вы видите сами, во что они превратились. То есть, камни тут пора менять. менять. Вот они. Видите, сколы уже. То есть, такие камни называются уже трухой. Вот, вроде, камень, трещина. Опа! Это был малиновый кварцит. Но, помимо малинового кварцита, здесь еще находится... Забыл название. Сори, ребята. Старость. Повторяюсь. Всегда не радость. Нет у меня ничего хорошего. Но вот этот камень, он тоже, как видите, он потрескался. То есть, это какая-то порода кварца. О! Хорошо видно. Вон он. Тоже раскололся. То есть, всю каменку нужно заменять. Именно все камни вытаскивать. Вот это вот все растрешившееся в большом, в огромном количестве. То есть, тут реально прямо, наверное, все дно усеяно вот такими вот осколками. Говорит о том, что камни тут офигительнейше прогреваются. Просто, ну, вообще, супер зачетно. И если у вас что-то типа вот такой вот конструкции подобной, то ни в коем случае не нужно камнями забивать вот так вот. Камни нужно выкладывать вот так вот, делая вот такую вот небольшую ложбину. То есть, вот такую вот ложбину. Чтобы, когда вы даете подачу воды, у вас она покрывала максимально большую площадь. Вот. Это про каменку. Просто это первое, что бросается в глаза. Каменка тут отличная. И, как вы видите, прогрев прямо вот видно по камням, что, блин, ну, вообще супер прогревается. И эта каменка, ну, реально работает, работает, работает. То есть, конструкция закрытой каменки супер удачная. О! 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 Это всё с камнями происходит. Дальше. Почему она так хорошо работает? Потому что она нагревается снизу и нагревается по всем бокам. То есть, вот это вот расстояние вот тут вот, и вот тут вот. Там проходят дымовые газы. То есть, снизу горит огонь, а он ударяется, соответственно, о низ каменки и идёт вот так вот, вот так вот, и вот так вот по трубе. Эта труба, по-моему, то ли 520, то ли 530 диаметра. И сразу же возникает вопрос, а как прочищать от сажи вот эту вот верхнюю часть, ну и, соответственно, нижнюю часть, если смотреть отсюда. Для этого здесь предусмотрена вот такая вот деталь, которая снимается и можно прочищать. Ну, я рукой не откручу, а инструментов, как вы знаете, у меня нету, не заработал я ещё. Только присылать не надо, как обычно, там, давай я тебе пришлю отвертку или там микрометр, не-не, ничего не надо. Идём дальше. Так, как видите, элементы ковки, в каком они состоянии, ну вот в таком уже состоянии за это время. Соответственно, внешний вид печи, который вы видите в магазине, это не значит, что она у вас всю жизнь такая будет. То есть, скорее всего, от работы обычно печи облезают, ну, достаточно часто и выходит вот состояние обычной нормальной рабочей печи. Дальше. Ну, тут у нас могильная оградка вот такая вот, и всё завалено одним слоем камней. Для чего? Для того, чтобы вот там вот находится топка, чтобы вот эта вот сталь не нагревалась так, что получается излучение. Вот для уменьшения излучения вот эти вот камни здесь лежат. Естественно, их, ну, вряд ли поливают. Далее. Вот здесь находится стеночка из кирпичей. И вот это вот реально недочёт вот этой печи. Ну, я сказал, что есть некие недочёты. То есть, пришлось колхозить кирпичи для того, чтобы излучение от топки не било людям в ноги. Но всё равно, говорят, то есть, если её перетопить, очень сильно излучение есть. Соответственно, я думаю, производителю нужно также вот этой вот решёткой низ сделать. Печка снабжена, ну, конкретно вот эта модель. То есть, её, естественно, можно купить просто, чтобы она вся в решётке была. Вот таким вот баком. Ну, объём, я его не знаю, врать не буду. Естественно, бак закипает, потому что он одной стороной прямо вот к топке приложен. Естественно, он парит. Вот. Посмотрим состояние. Ну, это всё из-за воды, которая жёсткая. Вот. Значит, вынос стандартный 20 сантиметров. Это я уже просто вижу. И вот ещё вот эта вот боковинка тоже фонит. То есть, вот из-за того, что не продуман кожух конвектор, какое-то вот излучение, есть вот такой вот косячок. Идём дальше. Здесь сетка с камнями. Камни, как вы видите, в хорошем состоянии. Нигде ничего не полопалось. И это подтверждает тот научно-нетруалистический факт, который я вывел, в который многие не верят. Просто говорят, здесь всё равно камни горячие. Ребята, горячие камни, вы видели, они лопаются. Вот это вот камни горячие. А вот эти камни холодные. Я специально докапываюсь до самого низа, чтобы вам показать. Вот эти камни, почему холодные? Потому что они атмосферой охлаждаются воздухом. И пар с них крупнофракционный, сыроватый. А отсюда выходит уже фар как надо. Сухой, мелкодисперсный, которым легко дышать. А здесь крупнодисперсный. Но для контраста, для получения каких-то интересных вещей, в бане изменение немножко микроклимата, и эти камни используются так же. Дальше. Здесь стоит сетка. Сетка очень интересная. Я такую сетку видел только в Ижевске. И ещё в других банных комплексах, которых я сегодня посещал. Но там мне не удалось поснимать по другим причинам. Сетка, насколько я понимаю, какого-то местного ижевского производителя. И стоит она очень недорого. То есть, это какие-то куски нержавейки, которые, смотрите, посажены на точку. И говорят, что эта сетка стоит на рынке Ижевска копейки. То есть, обычно сетка на трубу стоит достаточно много. А именно в Ижевске, у какого-то производителя, она стоит очень недорого. Поэтому, знаю, что меня смотрят производители сеток. Ребятки, вот за этим будущее. И выглядит вполне себе ок. И стоит. Из-за каких-то причин очень недорого. Идём дальше смотреть, что здесь есть. Насколько я понимаю, труба черняшка. И эта труба, вот эта вот конкретно, она уже шла вместе с печкой. То есть, вот эта вот труба идёт вместе с печкой, и тут заслонка. То есть, вся печка продавалась, скорее всего, с этой трубой. То есть, это не кто-то поставил. Состояние заслонки вы видите. Давайте вытащим, посмотрим. Вот она проблема всех заслонок. То, что она заедает. А может быть, там стоит ограничитель. В общем, я немножко поделаю вот так вот. Такие движения, они мне нравятся. Напоминают кое-что. Но, ладно, будем считать, что там стоит ограничитель, и заслонку не вынуть. То есть, она находится всё время в открытом состоянии. Дальше, смотрим вот сюда вот. Обратите внимание, цвет побежалости за такое огромное количество времени эксплуатации печи очень слабый. А это говорит о том, что КПД печи очень хорошее. И почему? Потому что здесь огромнейший отбойник пламени, которым является вот эта вот закрытая каменка. То есть, горит огонь тут, вот эта вот каменка перекрывает потоки газа, которым приходится бить напрямую сюда и вот так вот огибать. Огибать и терять свои температуры. И, в общем, мне нравится вот эта вот система. Труба посередине, хорошо всё просчитано. Вот за это респект производителю. То есть, вот это для меня вот прямо даёт понимание того, что грамотно. Дальше идёт модуль, который сделан из оцинковки. Это очень неграмотно. И в ближайшее время вот эта вот труба будет заменена на трубу из нержавейки. Проходной узел мне сказали, как сделано. Всё нормально, всё отлично. Никаких вопросов у меня не возникает. Давайте, мне просто ради интереса, я кое-какие замеры не делал. Ну, вы знаете, как я снимаю, что вижу, а о том пою. Вот мне интересно вдруг стало, Какое расстояние, то есть, почему здесь нет термозащиты. Грамотно это или неграмотно. Обычно расчёт такой. От возгораемой поверхности до... То есть, от огня, вот отсюда, до возгораемой поверхности должно быть 38 сантиметров. Давайте померяем. Ну, вообще, норм. Вот тут вот термозащита, в общем-то, и не нужна. Но я бы всё равно лист мини-рит сюда поставил бы. Ну, просто, чтобы, как говорится, перебздить. Вот. Что, наверное, вам ещё интересно? Размер бака. Ну, его высота... Там 60 сантиметров, и на 45, и на 27. Вот. Ну, что ж. А сейчас, а сейчас мы посмотрим, насколько эта печь крепка или не крепка. Кстати, вот эта вот интересная штука. Не знаю, зачем. Пишите в комментариях. Она, судя по всему, проходит где-то под пол. Тут-то понятно, что это горячая вода. А вот эта вот интересная штука. Ладно. Пойдём дальше. В самые интересные места залезем. То есть, внутрь топки. Вот эта вот называется ай-яй-яюшка, ай-яй-яй. Это значит, что дымление всё-таки есть, несмотря на высокий дымоход. Он реально высокий. Идёт по прямой. Но от локальных, от небольших производителей никто, собственно говоря, наверное, думаю, и не требует, чтобы там был такой расчёт на компьютере, что всё там, ничего не дымит. Дверца. Ну, дверца страшненькая. Ну, толстенькая. Пять миллиметров. Ещё вот это вот. Так. Колосник пипец длинный. Фу, колосник зоны ящик очень длинный. Портал. Так. Портал, портал. Ну-ка. Так. Я думаю, он очень толстый. Нет, это рёбра. Так. Давайте заглянем внутрь топки. А вот топка здесь. Шикарная в каком-то плане, я бы сказал. Я бы сказал, в каком-то плане шикарная и роскошная. Потому что, смотрите, никаких следов изменения, деформации стали нету, видите? И с этой стороны нету. Это несмотря на то, что печь топится как коммерческая. Так. Давайте я возьму печерёвку и попробую узнать, как сделан низ. Ух ты, ух ты! Слушайте, мне всё это нравится. Смотрите, какой производитель красавец. Видите? Он сделал скосы. Вот многие производители, вот именно печей, которые делают из круглых труб, скосы не делают. А этот красавчик сделал скосы, соответственно, когда дрова превращаются в уголь, уголь не скапливается вот здесь в боков стенок и не прожигает стенки, а падает на колосник. Давайте посмотрим, что из себя колосник представляет. Слушайте, я таких колосников не видел. То ли это чугун так вывернуло, то ли это реально такой производитель колосников. Ребята, не знаю, вообще не в теме, что это за колосник. То ли это от температуры чугунюшку так выгнуло, то ли реально кто-то производит вот такие гнутые колосники. Он реально здоровый, реально толстый. Почему так вышло, я не знаю. Ну, наверное, это такие продаются. Не знаю. Но он не хрупкий, нормальный. Ну, вот такой вот выгнутый. Дальше идем. Тройной респект производителю. Слушайте, мне печка-то все больше и больше нравится. Вот за эту вещь, которую я пытаюсь обчистить. Это дожигатель. Там точно есть где-то подсос воздуха. То есть, скорее всего, снизу. То есть, внизу где-то отверстие, вряд ли сбоку там. А где-то снизу есть подсос воздуха. Воздух бьет сюда, насыщает прямо в языке пламени. Еще раз тут нагрев выходит вот такой. Блин, вообще респектус. Респектус из-за... Вот эта вот вещь является защитным картриджем. То есть, защита задней стенки, усиление. Блин, так, ребята, смотрим дальше. Так, 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 так. Ага, вот она закрыта каменкой. То есть, это свод топки и одновременно нижняя часть закрытой каменки. И она в очень хорошем состоянии. Огонь проходит вот по этим каналам. Изгоревшие газы. И вот туда. Только почему-то вот здесь есть бортик. А вот здесь бортика нет. Не знаю, с чем это связано. С другой стороны, я переворачиваю телефон на себя. Вы видите вот такую вот отбортовку. Видать, это сделано для того, чтобы не было дымления. Но вещь это не очень сильно... Вот этот вот бортик не очень сильно помогает. И все равно вот коптится. Так, 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 так. Так, я сейчас думаю, каким образом сделать замер толщин. Толщину-то надо знать. Так. Не знаю, не пойму, не вижу. Эта вещь толщина ничего не даст. Дала бы... Так, а вот это уже сейчас мы померяем, сколько. Ну, здесь шестерка. Шестерка или, может, восьмерка. То есть толщина трубы 6 или 8. Точнее не померить, потому что здесь следы сварки. Верхотура. Нет, никак ничего не понять. К сожалению, не ясно, какая толщина трубы. Либо шестерка, либо восьмерка. Но все толстое. Давайте будем мерить толщины. О, смотрите, это еще один выход огня. Не заметил. Значит, их три точки. Раз. Два. И вон туда вот три. Уходят. Сейчас, сейчас, сейчас думаю. Погодите, думаю. Минутку. Так, 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 так. Знаете, у меня есть очень большое твердое убеждение, что вот эта вот верхняя часть, вот этот вот свод, какой-то более толстый, бронированный. Потому что он прямо выглядит, может, он вообще из двенашки сделал. Потому что выглядит он вообще просто отлично, супер для такой эксплуатации. Не знаю. Вот я вру очень мало, но обычно говорю более или менее честно. Поэтому говорить не буду, просто есть у меня такие ощущения. Так. А давайте посмотрим здесь толщину. Здесь-то мы их увидим. Вот она, труба идет. Вот она, труба идет. Будет ли это грамотно? Смотрите, так. То есть, здесь одна вставка, то есть, вот этот вот квадрат вставка и одна труба. То есть, вот этот вот внешний кожух трубы. И я могу посмотреть вот эту толщину и понять. И вы узнаете, какой толщины вот эта вот печка. Ну, шестерка это. Это шестерка. Это шестерка, а толщина... Сейчас посмотрим. А вот эта часть четверка. Но вот это то, что внизу, наверняка более усиленно. Вот такая печка. Так, ну, ее высоту, наверное, надо сказать. Диаметр ее то ли 520, то ли 530. А высоту она метр 10. Ну что ж. Вот теперь вы увидели все. И время подвести какой-то научный итог. Печка не без косячков, но в целом очень хорошая печь. Будет однозначно давать перетоп, уходить в высокие температуры, если вы будете топить ее с дурью. Почему это будет происходить, повторю, из-за того, что здесь кожуха нет. То, видите, даже вот колхозят кирпичи вместо кожуха. И потому, что у нее есть дожигатель. То есть, печка реально мощная. Я бы ее... Ну, не знаю. С баком бы я бы ее... Ну, вряд ли стал бы покупать. То есть, если бы у меня стояла задача ее купить. Я бы, наверное, с теплообменником купил бы. И обязательно, чтобы она была вся вот в этой могильной оградке и забита камнями. Конвекция у нее точно бешеная. Потому что, ребята, если печь сетка, если печь сетка, то она должна не вот так вот один камень влезать. А камней должно туда влезать много. Объясню, почему. То есть, ну, хотя бы в полтора раза шире. В таком вот варианте у камней, видите, щели есть везде. Вот они, щели. Холодный воздух засасывается. Вот отсюда, снизу. А через верхние щели, нагревшись, идет уже горячий. Поэтому происходит пересушивание. Поэтому на месте производителя я бы могильную оградку вот настолько бы увеличил. Для чего? Для того, чтобы можно было засунуть большие камни. Так. А мелкими камнями, ну, не такими, да? Это я просто осколок беру. Вот эти щели закрыть. Для того, чтобы не было конвекции. Но в целом, это я придираюсь. Исходя из того, что продается у нас на рынках России, эта печка вообще классная. Я просто хрень всякую вообще стараюсь не снимать, чтобы никого не позорить. Поэтому, если я снял печку и сказал, что она классная, значит, я так думаю, что она классная. Ну что, на этом я считаю то, что обзор закончен. Если хотите потестировать ее самостоятельно, если вы из Ижевска, то, повторю, это толстый код. Ссылка на производителя снизу. Ну, толстый код. Приходите, заходите. Парьтесь. Тестите. Парилка тут просто шикарнейшая. Вот, хоть утверждайте, что мне тут, не знаю, денег дали, попарили, еще что-то. Нет, денег мне не дали, не попарили, потому что у меня нет времени, я в турне нахожусь. Но микроклимат я уже прямо чувствую здесь. Благодаря системам вытяжки просто находиться кайфово. Все, короче, ребята, я пошел спать. Спасибо, что посмотрели обзор. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Быстро жмите лайк и красную кнопку подписаться. Всем пока. С наступающим легким паром. С вами был Анатолий Барага печами и дымоходами из интернет-магазина жпк. Дубежжарпарк.com Йоу.